всем здарова ребят ну что у нас сегодня с вами очередной обзорчик на героя решил уже вчера был первый видос вас про лисичку как качать правильно и сегодня у нас будет 2 герой это божество думаю многие без доната его получили либо без доната либо попозже с донатом и многие ребята спрашивают на стримах как качать что делать я уже давненько видос поэтому героя выпускал я сейчас решил каждый день по какому-то интересному герою показать в общем мы на аккаунте андрюхи а с сервер асгард русский дайте заявочки вступайте топовая гильдия а у нас сегодня вот такое вот будет божество на обзоре на максималке 1515 1010 как качать до начнем с таланта конечно же у зажка почему потому что уменьшает ходящий дамаг отражает плюс дает хп сам по себе герой дамагер который игнорирует ограничение но на сегодня есть два таких да это марио на мари более массовый герой этот герой более дамагер по одной цели но здесь герой трансформируется в аркиру и обезврежет в арыские цели цель не может таковать но способна использовать умение то есть офигенная блокировка идет от этого героя уменьшает крит на 80 процентов этот дофига также наносит 16 раз подряд 170 процентов от атаки это реально дофига таких вариантах тот же самый случай что и с лесом если вы будете в топах у вас противники тоже будут с отражалками и этот герой очень быстро сливается я уже тестировал против других с отражалками показывал вариант такого героя единственный скажем так правильно это тоже о зажка плюс подашка других вариантов на пвп локациях другие варианты можно даже не рассматривать потому что если вы уберете подашку вас герой сольется берете в зажку его быстро будут сливать то есть это такое на сегодня самое оптимальное для некоторых героев герой имеет иммунитет к оглушению молчанию эффекты уменьшения энергии получает на 70 процентов меньше урона и восстанавливать 10 максимального здоровья в секунду это опять же это по кулдауну этот весь дав работает то есть вот такой вот варианту зажка принципе оптимальный нет у вас у зажки к ставки со если в этом без донат тоже вариант будет неплохой однозначной эмблемой но здесь просто у него стоит истинная вера такой вариант если брать там он сливается очень быстро хоть здесь уклонение дофига плюс супер под посмотрим дальше вот как раз есть встретились два одинаковых божества 1515 там еще лисица бьет и все остальные вот вражеская она миссает нас блокируют многие напишут вот а зажкой уклонение дал за что уклонение несовместимы но некоторых вариантах лучше чтобы герой дольше продержался от него потом толку будет больше ну например на выражая зажка плюс уклон это самый такой идеальный вариант но как видите вот если брать с практики герой конечно классный донатной но он имеет ограничение но я допустим у себя использую этого героя чисто на таких локациях как за пределе там мне этот герой помогает очень круто против фрей огняков зефиров особенно когда они остаются 11 мари не настолько дамажит варить больше бьет по нескольким целям да то есть там дома нету столько сколько и здесь это чисто герой ну как по мне был выпущен под за пределе на павопа локациях тоже классная смотрится то есть в забытой на атаке форту многие используют но за счет того что здесь идет домах по одной цели герой может просто тупо упереться вот божество там либо в какого-то героя с хорошим дефом и по сути он просто на нем зависнет от этого толку мало поэтому в забашки и например там атака фортов до хорошая мэри будет намного круче потому что там сразу несколько целей она сразу несколько целей будет дамажить но этот герой больше такое для особых прохождений за пределе там возможно в новой локации не знаю посмотрим ну в общем такая вот сборка она более актуальна у нас просто тут беженые статы у героя если разобраться 20 тысяч уклонения поэтому по герою не попадают не сливают ну тут конечно за счет питомца нет у нас видите вот истинная вера стояла с отхилом поехали сейчас попробуем попробуем на арену забежать может на арене кого-то встретим вот отлично есть зефир вот видите разница героя герой бьет по одной цели то есть это массового дамага вот таким вот образом сейчас мы зависли на розе и все розу слить не может соответственно дальше мы никак не двинемся но мы будем конечно держать целую пачку они тоже нифига не сделают то есть в данном случае такого героя можно использовать как офигенного танка дав плюс отхил это реально круто плюс еще возможность проходить ограничения но против массовых скажем так стычек герои к сожалению бесполезный поэтому не особо строите планы что в этом прям будете мега круто нагибать всех вы будете круто проходить героев у которых есть ограничения увидите по нас даже не попадают еще таких героям принципе неплохо сливать я же говорю зефира волк ников прочих за счет ограничения дамага но на практике я не знаю андрюха ставит ее надо но я бы надо фио наверно не ставил ну на этом героя проще всего зависнуть сейчас посмотрим как как будет держаться держаться но вот видите против топовой пачки с уклонениями держится на герой ничего не сделает то есть герой по сути в большинстве 90 процентов он у вас будет бесполезным будет за и донатный герой но чисто для определенных локаций вот видите там ушатали фрае точнее фрая сама ушаталась давайте еще кого-то поищем так тут вадушек нету отлично с попробуем словить попробуем словить с вами зефира получится не получится не наверное не получится вектор прилетел самое основное вот как бы еще самый основной плюс от этого героя да он там массово не дамажит он блокирует вот блокировка это очень полезная вещь от этого героя но опять же надо учитывать то что если у вас не будет хороших хорошей точности миссы вам обеспечены топе когда у тебя прокачан так это чё у нас это у нас новый герой вот он есть когда у тебя прокачан титул это в принципе неплохо так где-то мэрия точнее фрейн вот даже если взять смотрите сейчас она миссии полу то есть у нас собрана на уклонение той чем я говорил герой она просто тупо по логнику миссии не попадает логник тоже по ней не попадает соответственно без точности этот герой вообще одну в части бесполезные потому что но даже дамажить она не будет дамага реально дофига у героя но реализировать его очень сложно поэтому поехали дальше будем продвигаться чтобы герой не сливался сказал за плюс pd для по созвездиям по созвездиям вариант точно такой же как и у лисицы здесь он фуловый собран на уклон это классно круто это дорого стоит его сложно убить но когда у вашего противника будет тоже уклонение там тысяч 10 11 12 15 вы нифига сделать этим героями сможете он у вас его просто не пробьет он по ним не попадет соответственно на сегодня в реалиях лучше наверно часть уклонения часть точности либо питомца на точность собирайте здесь ставите уклон питомец на точность созвездия однозначная соска никакие там не обряды ничего это самый оптимальный вариант это дав плюс дополнительно у вас будет отхил увеличен самого героя есть варианты я тестировал на дамаг с победным из супер силой но честно скажу это такой однобокий герой у вас получится в основном вот этого героя очень круто использовать для фарм локации там где вы не можете пройти каких-то фрей огнеков зефиров то есть такой вариант так ну в принципе я так все рассказал чары таланты созвездия герой конечно классный но многие там пишут что херня и герой не херня он просто для определенных локаций какие большинство героев в битве замков которые сейчас есть для некоторых локаций надо определенные герои да это не зефир зефир на сегодня наверное единственный герой который самый востребованный и самый нужный посмотрим что будет следующее обнове они что-то так затянули новый альфа самец не настолько крутой то есть некоторые герои более командные некоторые герои могут и соло тащить ну в общем вот так вот все пишите комменты ставьте лайки ждите новых видосиков всем удачи всем пока